Ну что ж, дорогие друзья, по-моему, все собрались. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Опять же, в такой теплой домашней обстановке. Здесь очень хороший зал. И собрались мы здесь по очень важному поводу. Наша общественная организация долго-долго сражалась за право получения гранта. И, наконец, мы получили президентский грант на проведение вот этих двух фестивалей. А сейчас я предоставлю слово Коваленко Буре Александровне. Это координатор проекта «Стихи и песни на границе Альсии». Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые скоричины. У нас в городе Пскове, в замечательном городе Пскове, много интересных общественных организаций, которые занимаются самой разнообразной деятельностью. Три года назад родилась еще одна организация. Псковская региональная общественная организация народного творчества. Псковские парки. Целью этой организации является Организация песенно-поэтических фестивалей на Псковщине. В прошлом году наша общественная организация написала интересный проект «Стихи и песни на границе России». «Стихи и песни на границе России» — проект, который включает несколько направлений. Это первичный отбор, это проведение фестиваля «Славянское поле», проведение фестиваля «Изборская крепость» и концертное турне. Сегодняшняя встреча как раз посвящена этому проекту, чтобы понять, чем мы занимаемся и для чего этот проект мы придумали. Перед вами выступят организаторы фестиваля «Изборская крепость», организаторы фестиваля «Славянское поле», «Ушеничная крепость». Перед вами выступят поэты, члены, союзы, писатели общественной организации. Перед вами также выступят творческое объединение «Махау». И приглашенным гостям мы тоже предоставим слово для того, чтобы услышать пожелания, может быть, для лучшей реализации нашего проекта «Стихи и песни на границе России». Ведущими будут сегодня говорим к облаке Игорь Трофов, члены организации «Сковские барды» и авторы «Стихи и песни на границе России». Я бы хотел пригласить на сцену человека, без которого очень трудно было бы обойтись и который очень много делает вообще для культуры в Скотской области. Это заместитель председателя областного комитета по культуре Куприн Владимир Даниилович. Пожалуйста. Так, представили меня, что сейчас подумают, что я куда-то избираться собираюсь, генеральный депутат. Нет, я не хочу никуда избираться. Спасибо. На самом деле, хотелось всех поприветствовать с началом очень важного проекта. Вот к этому фестивалю, такому большому, шли достаточно долго. Действительно, вот в Изборске после реставрации началась новая жизнь, начались новые фестивали. И возникла великолепная поэтическая площадка и великолепный бардовский фестиваль. Вот коллеги и поэты, и исполнители бардовской песни сегодня здесь все есть. И гениальная идея объединить эти два мероприятия и выйти на федеральный уровень, вот благодаря Игорю Владимировичу и Белле, это удалось. И впервые президентский грант получил вот такой мощный новый культурный проект. И мы очень этому рады, потому что благодаря такой вот совместной работе мы можем получить очень хороший международный фестиваль в дальнейшем, который будет поддержан на уровне России. И так наше слово слышно. Наша литература на земле этого давно заслуживает, чтобы у нас были какие-то мощные, позитивные события. И, конечно, хотелось бы, чтобы молодежи побольше было. Мы со своей стороны вот сейчас по просьбе Игоря Владимировича разошли письма во все районы, чтобы в отборочном цикле приняло участие максимальное количество молодежи, самодеятельных исполнителей, чтобы фестивальная площадка получилась очень насыщенной. Ну вот по Славянскому полю могу сказать, у них все-таки сборник, который нам удается издавать. Я вот от года его держу в руках, он становится все более весомым. И там, ну, запечатлены все страницы фестиваля. Они, конечно, не могут не трогать, потому что понимаешь столичных метров, которые, нам кажется, и так иногда в шутку снимают, шляпу перед глубинкой. А на самом деле это так и есть. То есть культура сохраняется в провинции и в таких уголках, как Псковская область в том числе. Поэтому мы гордимся тем, что у нас есть такие и исполнители и организаторы. Добрый путь! Спасибо всем, кто пришел поддержать. Всем рассказывайте, что такие фестивали будут. И, конечно, приезжайте в Исборск в июле. Спасибо. Добрый путь! Спасибо огромное. Спасибо огромное. Ну, а теперь пришло время нам начинать, собственно, творческую часть нашей программы. Я хочу позвать сюда сейчас на сцену члена жюри фестиваля «Славянское поле», одного из основных организаторов фестиваля, политического фестиваля «Славянское поле» Витут Шемична. Спасибо. Здравствуйте всем. И здорово вам спасибо всем, что все вы пришли именно сюда. И всех с праздником. Сегодня все-таки встретим. Во-первых, конечно, вот Владимир Данилович был совершенно прав. Без поддержки нас со стороны администрации у нас бы вряд ли что-то получилось. Потому что большая доля вклада именно с их стороны идет. Это и поддержка, и моральная, и в том числе финансовая. Немножко, буквально пару слов я повторю вслед за словами недавними, недавними словами нашего главы фестиваля Андрея Вениаминова по истории нашего фестиваля. Впервые все это было задумано и реализовано 10 лет назад. Это был 2008 год. Инициаторами выступили побывавшие в Изборске и на земле псковской московские поэты и издатели. Они представляли журнал «Россия 21 век», вернее, поэзия 21 век. Это Анбар Талопов, это Андрей Градинов, который ежегодно приезжает, спасибо ему большое, на фестиваль. И участвует в судействии. В разные годы в нашем жюри, в наших, среди наших конкурсантов были совершенно удивительные люди. Например, Тимур Варки, из уст которого я впервые услышала совершенно дземный язык. Это аварские языки раздавались на площадке на нашей. В том году в судействии был интересный автор Василий Рисенков. Какое-то время назад уже в судействии принимал участие московский автор, очень сильный поэт Виктор Гирюшин. В общем, жизнь идет, и мы стараемся расти, мы стараемся развиваться и расширяться. Уже одно то, что в том году в нашем фестивале участвовало 87 или 9 авторов, наверное, говорит о серьезности и масштабности этого действия. Понятно, что есть проблемы, и в частности, опять-таки, проблемы привлечения молодежи к участию, потому что тяжело их вырвать из каких-то своих, я не знаю, интересов, из своего круга. Но я очень надеюсь, что все это у нас со временем нормализуется. Я так понимаю, беда общая у банков, и у музыкантов, и у поэтов. Это поиски молодых, талантливых ребят. Ну, их тоже можно понять. Выходить на люди – это всегда сложно. Стих нашего прошлогоднего лауреата московского – это Ольга Флираковская. Стих, вы знаете, вот мы часто говорим, и, допустим, каждый год, фестиваль исторических поэзий, ой, какой это кошмар, это писать про историю, это какие-то сюжетные линии выстраивать. Ну, вот стих, объясняющий все, не надо никуда копаться. Ну, есть, конечно, авторы, пишущие на эту тему. Понятно, это мы им рады. Но история – это еще и не то, что было, это то, что есть. Это то, что мы творим своими руками. И вот такой стих. Псков, Москва. Эх, Россия! Села, огоньки! В сизом небе желтые дынки. Изогнулись, что хвосты кошачьи. Тянутся болото и леса. Убранное поле, голоса. Встать последних кричат или плачут. Зовт могу я только угадать. Из окна вагона. Снова гать. Симфор на ленту и дорожный. Станция с окошками в резьбе. Малая зарубка на судьбе. Тихий вдруг предчувствие подхожей. Память крови – это ли не чушь? Но когда едины все пять чувств В странном узнавании и боли Понимаю, потому жива, Что ломаю сердце на слова. Хлом на хлеб октябрьской юдоле. Псковщина, родимая тоска, Ломота правого виска, Туча стада и низкое давление. И внезапным всплеском Белый храм, белый конь И снега, первый шрам И комком груди. Стихотворение. Еще один, не удержусь, Прочту стих, который мне поразил. Это как раз историческая тематика, Но удивительно переданная совершенно, По-моему. Была Пскова чернее, чем смоль, Со вкусом прибалтийской соли. И мне казалось, лучшей доли, Вернее, славы нет. Но боль была разлита по камням, Но голубым небесным блеском Циколий цвел по древним фрескам, И луч скользил по куполам. И затопал едва восток, Как запад наливался кровью. И здесь, у Пскова, в изголовье, Был сон тревожен, неглубок. И мнилось по чудскому льду, Опять бегут, а лед искрится. И князь с мечом воздев десницу, Отводит новую беду. Идет Ливонская война, И крепости стоют на стражу. Но пряга не сучила пряжа. Для свадебного полотна спи, Ольга, спи. Ты так мала, не перевернута страница, Воркует нежно голубица, Кипит варяжская волна. И век, откатываясь вспять, Так горьк, как полынный запах. Но кто-то манит вновь на запад И рвется руки целовать. Вот такие у нас авторы. И это, по-моему, далеко не все. И это здорово. Я бы хотела закончить Свою маленькую, такой, Маленький рассказ Вот такими словами. Я оставила сердце в обскобе. Нет, нет, не забыла. Но приходится каяться мне И вздыхать поминутно. Я его на прощание в ладони твои положила, В тот же миг ощутив, Что ему там тепло и уютно. Вот поверьте на слово. На наших фестивалях И только такая атмосфера бывает. Тепло и уютно. И люди на них слетаются, Съезжаются, приходят. Замечательные и светлые. Хотите подрядиться? Приезжайте на наши фестиваля. Спасибо. А сейчас я хочу предоставить слово Александру Сибиржанину, пожалуйста. Чемпион Союза писателей. Очень величный поэт. Добрый день. Рад вас всех приветствовать. Я подшну пару стихов. Который год на зике дождей Со мной разговаривает небо О диплых странах, Где я вовсе не был. Мне Русь моя Милее и роднее. Над кромом, Над вскалой Дождей капели. Они иные, Чем в других округах. Земли коснувшись, Капельки округли, Становятся Святой водой купели. Дождем омывшись, Как по волшебству, Седая Русь Опять Помолодела. Распахнутым простором Нет предела, И синий небес Сочится Сквозь мисту. Как поросным травушкам Да босой душой Надо мною купола С золота до синий. Сквозь ржок и непогод Шел я с мечтой. Столько лет У Господа О тебе просил. У утраченных минут Нету вовсе меры. Пусть уходит в прошлое Пустота прощаний. Время Струбкаю дай волос. Господи, Дай веры. Исповеди наших душ Выше обещаний. Улыбнуться счастью. Пусть Слезы глаз Чудесных Прикоснемся Месяцами к тайне. И не раз Медь заката К серебру В дарях поднебесных Руку в ног Прочтет рука Словно стих Или сказ. Спасибо большое. Ну а теперь у нас с сцены Выходят представители Творческого объединения МХО Андрей Васильев Уже пришел Один из наших Лучших Псковских Третьих Не с огромной Российской Выходной Татьяна Замураева Светлана Ковальченко Нашего хорошего Галининградского друга Дмитрия Чернова И вторую песню Поход делаем Светлана Ковальченко Светлана Ковальченко Светлана Ковальченко Светлана Ковальченко Светлана Ковальченко Светлана Ковальченко Трубови Светлана Ковальченко 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 Летят незаметно бесплышных фраз В мягком сиянии наших глаз Всегда уходит от нас наше лето Не прощайся, не спеши, постой Я не прошу взять меня с тобой Странствия свои не забывай о нас 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 На фестивале ездят с разных уголков нашей страны, мы так надеемся, что будут гости. Александр Мирвис у нас член жюри неизменный, поэтому мы хотим вспомнить его песню. И о дороге песня «200 километров». Сейчас, картинки с фестиваля. Паркотов, про нетерпенье, притружает скорость и простор. От посадки к пункту на значение, то что свое объятие распростет. Всего лишь 20 километров, и расстояние пусть стекит. Спешу к тебе, но с трещинным ветром относит на берегу миссии. И за суток каждая минута ждать и догонять тяжелый труд. Паркотов, про тишины с этого маршрута, если указать ими не врут. Каких-то двести километров, и расстояние, и ерунда. Я жду тебя, но незаметно будет отклониться в никуда. Зайдает снег, следы по крышам, стекла превратились в ветражи. Если человек надеждой дышит, значит, человек похоже жить. Размоет пуст в туманную вечер, зато и талая вода. Но если ждем и ищем встречи, то в километрах ерунда. Но если ждем и ищем встречи, то в расстоянии ерунда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Третья geh DimaTorzok Кто-то откроет нам, кто-то откроет нам. А я начну свое выступление с песни, автором которой является человек, в честь которого назван наш фестиваль. Александр Дульский, господа офицеры. Всё идёшь и идёшь, и сжигаешь мосты. Правда, где, а где ложь, слова где, а где стыд. А Россия лежит в пыльных шрамах дорог, а Россия дрожит от копыт и сапог. Господа офицеры, друзья, я, конечно, не первый. И последние дни, господа офицеры, я прошу вас учесть. Кто сберег свои нервы, тот не спас свою честь. Кто мне брат, кто мне враг, разберусь как-нибудь. Я российский салатат, прямо верит мой путь. Даже мать и отца, даже дом свой забыть. Но в груди до свинца, всю Россию хранить. Господа офицеры, я прошу вас учесть. Суть людской или божьей, через тысячи лет. Я, господа офицеры, не спасет вашу честь. Я врагов моих кровь, проливаю моря. И спошли к ним любовь. Но Россия моя, нет мне доли другой. Ни в любви, ни в боях, только твой не покой. Россия моя. А Россия лежит в пыльных шрамах дорог. А Россия дрожит от капуты сапог. Господа офицеры, голубые князья. Я, конечно, не первый и последний не я. Господа офицеры, я прошу вас учесть. Кто сберег свои нервы, кто не спас свою честь. А следующую песню я посвящу нашим мужчинам в преддверии праздника Дня Отечества для защитника Отечества. Николай Анисимов, Ильюша Роботяня. Это песня о самолете Ик-76, который часто у нас можно наблюдать. Он пересекает небо нашего города. Возьмите курицу и просадите садик. Что насупится, Ильюха, ночью или до зари? Добывает снова брюхо, крош пантует земляри. Носят ящики солдаты и заката отварели. Только нам, не до заката, рампа отельфер отварели. Рампа здесь не значит сэр, а рампа не значит флот. Мы дизуны чурим цены над писью «Арель Робот». Мы летаем, где стреляют, экипажами первой. Илью не испугают грузовик наш боевой. На взлет уходят в их селья трудяга. В тубиках, ручущих в норте, поет. Летит Ильюша Роботяга. Братяга, наш транспортяга. Нам лететь туда, где жарко, с назоватками маршрут. Полный город гуманитарки, там на месте разметут. Мы стасаем чьи-то души, ближних видей лишь во сне. Не печалься, друг Ильюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда в полных ящиках бортом Возвращали мы солдатам в их последний вечный дом. Улетали я в печали, снова мне дыхаловой. Где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит в их селья трудяга. В тубиках, ручущих в арте, поет. Летит Ильюша Роботяга. Протяга, наш транспортяга. Чай, печенье и конфеты, надоели нам уже. Что-то курить сигареты, там на нижнем этаже. Те, где мыслить о посадке, что готовить на обед. Если что, всегда в порядке, у него велосипед. Пусть постер и уши крылья, если грузовик нас несет. Коридор в нему открыли, значит, тот где спасет. Эх, ли я небесный папы, горд на спинке трудовой. Если где-то что обахнет, грузовик наш боевой. На взлет уходит в их селья трудяга. В тубиках, ручущих в арте, поет. Летит Ильюша Роботяга. Протяга, наш транспортяга. Летит Илья Роботяга. Керосин. Командир на борт вернется, безблагой принесет. На шарюша улыбнется, нижним листером плеснет. На награды не видали, а скорее путь домой. Рубы снова в максимале грузовик наш боевой. На взлет уходит в их селья трудяга. В тубиках, ручущих в арте, поет. Летит Ильюша Роботяга. Протяга, наш транспортяга. Перед вами выступал Владимир Зарубин. Владимир Зарубин. Он замечательный человек. Между прочим, по специальности он мюрчик. И вот. В прошлом году, в 2017, на фестивале «Изборская крепость» Владимир Зарубин завоевал при лауреате. Звание лауреата. В номинации «Исполнитель». Он уже четвертый год участвует в фестивале «Изборская крепость». Сейчас между вами выступит Вадим Кодор. Он участник фестиваля «Изборская крепость» и «Словенское поле». Перед вами поэт, автор, исполнитель. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. К сожалению, история нашей Родины не такая уж гладкая. Была разная и кровавая, и всякая. Поэтому я считаю, что молчать об этом нельзя. Ну и для начала почитаю стихи. Истинная поэзия, она, конечно, не требует музыки, в отличие от песенной поэзии. Это сама музыка слова, вызывающая ассоциации, концентрация образов, эмоции. Ну, каждому по-разному доходит. Я сейчас прочту одно стихотворение. Оно состоит как бы из двух частей. Под штукатуркой пыль, давно прогнивших стенах. И крыса бьет гнездо в груди Атланта, что держит на плечах балкон и батолки. На сцене лицедей, под маской музыканта, не выпуская гукиш из руки, играет на расстроенном рояле. Из зала жадно смотрят кошельки и ждут того, за что гроши отдали. Но с потолка сползает указание «Поднять в глазах толпы, заплеванной балкон». И лицедей поет о светлом, крепком здании, которому название «Закон». В седьмом ряду оратор, стиснув зубы, указываясь жестами на дверь, что ржавыми пудовыми замками закрыто дураками изнутри. Снаружи кулаками кто-то грубо стучит и воет, словно тетий зверь. Повсюду мыльные летают пузыри. Пускают их раздутый, важный дядя, пристроившийся в центре потолка. Толпа стандирует пустой идеи ради, метет полы и славит паука. Ни трепета, ни страха, все умерло на дне. Душа моя рубаха пошла, трещать пошла. Лишь красная заплата на спине, где крылья нам когда-то выдрал храм, пришита намертво. Надежды не теряю, во сне летаю. Наяву, увы, подняться нету сил. Плыву в дыму, на берегу мечту зажгли. И вы, играя прыгали, костер нервишки щекотал. И дружно двигали того, кто крылья вам же подрезал и паруса сжигал. Он был шатер, и свой шатер расположил в пыли. Он длица стер и взвел затвор, чтобы оторваться от земли. Те, кто летает, не смогли. И я перестал летать с тех пор. Но верю, крылья прорастут, как сквозь асфальт трава. Что человек не птица, лгут. К примеру, я, сова, один охочусь. По ночам ловлю прекрасных мус. И груз я выбрал по плечам. Я поднимусь и посмеюсь пустые очи тем речам. Что, между прочим, ставят нам на спины черный плюс. Спасибо. За Ленин сорвнется лишь ветер, Ленин просто загнать. Пусть кто-то пасется послушно. И я нарушаю запрет. Грудью сбиваю награду. Взгляните, какие лукла. Перенулось мирное стадо. За мной нам и бега. Но лязг ногу за двор и вернулись Те, кто почуял врага. Я грудью бросаюсь под пули. Ведь это мои берега. Пристрел и кровь через горло. Грустьями прыжнула в снег. Но воля пусть мертвы, но гордо. Я совершаю свой бег. Спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас на сцене приглашаются члены творческого объединения Махаона. Татьяна Смураева и Сергей Трионов. Творческое объединение Махаона – наши главные участники фестиваля «Изборская крепость». Извините, пожалуйста. Рассыпались волосы, нитка порвалась. И по полу скачет любовь и усталость. Рассыпались волосы цветную капелью. Я их соберу, я в приметы не верю. Вот в марте зеленом святая надежда Служила мне верой и правдой прележно. И даже в пути за последней чертой Надежда всегда осталась со мной. Мечта на голубом, легком платье истинца, Чтоб было легко, в чистом небе кружится. Мечта, как журавль, ей должно видать. Ее никогда, никогда не поймать. Мечта на голубом, легком платье истинца, Я буду цветной к этой ладони. Селена в нежность, любовь, капли, капли, капли. А в мантии желтой мой нрав запаскал, Смеялся он даже когда умирал. А в мантии желтой мой нрав запаскал, Смеялся он даже когда умирал. Рассыпались бусы кусочками сердца, Несчастья и в радостью захлопнулась дверца. И только надежда все спорит со мной, Твердит, что не вечерна печаль под луной. Рассыпались бусы, нитка порвалась. Я попнула сгорячусь. Любовь и усталость рассыпались бусы цветной капелью. Я их соберу, я надежды поверю. Рассыпались бусы цветную капелью. Их соберу, я надежды поверю. Все кончено, господи. Он ушел. Все кончено, господи. Как хорошо. Не стирать теперь, не гладить, Щи с борщами не варить. О нестроенности фигуры тоже можно позабыть. Утром чай, попер чай, Ищи две недели и газы. И таких, я знаю, тысячи, Вы б составили артель. Мы не будем жрать ночами, Потому как стресс умеет. И без груза за плечами Сразу сбросим десять лет. Нету ссоры с покупок, И куда девать бюджет. И о том, так сколько ж юбок Нужно мне на старости лет. Я старуха. Дать бы палкой на себя бы посмотрел. Целый день сидит в стрелянках, Весь обрюзг полосил. Бабы, мы теперь свободны. Кто в Париж, кто на Тибет, Полетим куда угодно. И не важно, сколько лет, Будут ручки в маникюры. Ох, что ж я ж вижу, боже ж мой. Все примудилось мне дурик, Как назад ползет домой. Что-то уже поголодался. Только снится мне покой. Целых два часа скитался. Открываю, дорогой. Очень много гостей, которые к нам приезжали, Они жили в палатках. То есть это самые настоящие туристы. А хоть это июль месяц, Достаточно холодно. И мы там, Тут где-то были до 12, До часа ночи. Очень холодно. Они нам порассказывали, Как они спасаются от этого холода. То есть у них там и прокладки, У них там и спальники, Ватные. Я к тому, что это еще и туристы. И поэтому Хотел бы я спеть Такие чуть-чуть Туристические песни Классиков. Жанр первая Это песня Владимира Ласберга, Посвященная Алику Крупу. Шепчутся деревья, Пламени вали, Впереди далекий дом Нелегкою тропой. Брось свои печали, Лучше сядь поближе. Еще раз песню Про бой. Может, просто больше Не бывает такого, Может, просто мы с тобой Немного на войне. Свет наши струны, Новый мой знакомый, Чтобы быть уверенней вдвойне. Слушай, скажи, Неверно ли я Пою песню, Что сегодня ты мне дал С собой. Может, мне Случится сочинить Свою, Что с ней И тоже И внуки И в бой. Вроде бы недавно Рядом тут сидели, И не с одного С тобой Хлебали Котенка, Но легли Мешнами Вярустые И недели И минута И минута Эта Далека Пусть Живает сердце Горячки Достат Пусть еще осталось Много Неотложных Дел Все же ты Однажды Сделал То, Что надо Только за собой И так Глядел И в дороге Да, И в лихом Пою Песню Что ты дал Мне Я ношу С собой Может, Мне Случится Сочинить Свою, Что Мы с нею Должим И минут В ней Грустят Гитары К нему Рвется Пламя В ней Слова Простые Безхитростные Мотив Ты еще Дружище Прожагаешь С нами Все, Что не успел Тогда Проинси Снова На привале Круто Чай Заваришь И тогда Ты Волны С Закатной Полосы Звери В наши Весни Старь Мой Товарищ Как зверят Гладные Часы Слушай Скажи Верно Я Пою Помнишь Эту песню Ты мне Дал С собой Я тебе Сегодня Подарю Свою Что Снег Тоже И в путь И в бой Па-па-па-па Па-па-па-па Па-па-па 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 Па-па Я тебе Сегодня Подарю Свою Чтобы Снею Должен И в путь Па-па-па-па Па-па-па Ну пожалуйста Ну пожалуйста В самолет Меня возьми На усталость Мне Пожалуйста На плече Мои усни Не о чем темной ночью В сердце Города Непосуд Непосудные 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 На плечи На плече Мои усни И руд Ударь Схемя Полесенка На другом краю земли Где встает К счастье Весенье Горь си Горь си Горь си Вдарь Вдарь Мир А мы ее себе Забрали В фестиваль Начало было Престранное Две скрипки Выткли фон И что-то Очень странное Пролопотал Ксилофон Взмах Терешутской Палочки Оставил В музыке След Козлой Стинке И палочки Что лучше Музыки нет А в электрофоне Большом Как орган Ударно Под погони Лежал таракан Подобрал Грюшку Лапочки Он лежал И мигал Ему было До лампочки Кто начал Там играл А после Пели Никитины Яркий Словно Шлагбаум Пел Красиво И длительно Молотом И разен Пал Взгляды Длинной В рапсодию Пена Светлых Волос Волос По Путинку Мелодии Ветер Влет Унесся В электрофоне Большом Как орган Полтав От погони Лежал таракан Подобрал Брюшку Лапочки И Усмешки Кривой Ему Было До Лампочки Будь он Даже Живой Еще Этот фестиваль О котором Хотелось бы Все равно Упомянуть Хоть он Не попадает В наш проект Пока что Может быть Попадет И впредь Это Спевка У Костраль Вот На самом деле Если кто помнит Первый фестиваль Изборская крепость Там будет Такой Человек Его зовут Он сам Себя зовет Леший Это Алексей Ильинчик Вот Он приезжает Часто На спевку У Костраль И вот У него Образовалась Книжка Эта книжка Попала ко мне Из этой книжки Образовалось Некоторое количество Петен Вот одну я Даю сейчас Сыграть Замок опустел Окончил Бал Хорошо Хороших Костям Сегодня Пилось Я По Галереям Заплудал Но Где-то Шутка Снова Закатилась Высокая Холодная Стена Комин Субтитры Мне хотелось с ним нежным быть и искренним Только погружаюсь в анимату Жаль, но что доступно для Юпитера Мне всегда позволено шуту В дом жених, но как он ей постыл Ловит лицо, красавица, бледнеет Шпагу ножны, труп его остыл, а меня На площади согреют Дядюшка, подай пирог с вином Ты сегодня неприветлив очень Созывай народ, а мы с костром В этот час в последний похохочем Люди, мы случайную слезиночку мне вытерли То за честь великую почту Дали все доступно для Юпитера То, что всегда позволено шуту Может, шутки хоть одну слизинку вытерли То за честь великую почту Дали все доступно для Юпитера То, что всегда позволено шуту Спасибо Горское объединение Махалонта И приезжайте на фестиваль Костя из Володы Козлов Александр, поэт Почитает свое святого Добрый вечер Из Володы я только номинальный Вообще-то я псковский Закончил тут Карамышскую среднюю школу А потом как уехал, уехал Вот так летал, летал И в Володу попал Я хочу сказать пару слов еще На ту тему, что у нас здесь Очень хорошо тут отзывали Что президент к нам хорошо Отнесся и прочее Да, хорошо, я согласен Но самое главное Почему эти фестивали Собирают столько народу Я три раза уже участвовал Здесь фестиваль В Соленской поле Собираюсь участвовать В этом году четвертый Это отношения организаторов Это та теплая обстановка Которую, честно говоря Вот среди пишущей братья Я, в общем-то, больше нигде не видел Кроме как здесь, в Скоро Меня очень шикарно здесь приняли Вот И Игорь Владимирович Мне помогают сейчас В издании книги И Беньяминов, и Себежанин И Пшеничная Мы очень хорошо общаемся Хотя я не профессионал Я подполковник от Ставки Никогда не писал Пишу стихи только с 2010 года Ну, правда, много уже написал Не знаю, как качество Но людям нравится А раз нравится, я делаю Сегодня Годочины вывода Войск из Афганистана Поэтому я сначала прочитаю Такое коротенькое стихотворение Оно написано здесь, в Пскове 2 августа прошлого года Он так и называется День Моговора в Пскове Илья Пророк И девушки И девушки, как феи и десантуры Бегут по лужицам С цветными парашютами АПЛОДИСМЕНТЫ И еще раз я вам стихотворение Прочитаю, оно написано тоже В Пскове, совсем недавно Вы знаете, что наша Ростовская земля особенная Она, будем говорить, на несколько метров Вглубь пропитана кровью Посыпана пеплом сожженных Вот, и сейчас В Краснословодской области Нашли еще захоронения Причем детские захоронения Поставили там Три поклонных креста уже Вот, глава области Василий Александрович Идет очень большую работу Совместно с депутатами Волоку Псковского района И вот я по этому поводу Написал стихотворение Ангелы Называется Тихо скрипит под ногами снежок Давит мороз полуговые плечи Вот уже домик И рядом стажок Двери открыты Не топится печень В спинку так больно Толкнул автомат Речи в чужое Забиты все уши Бранью немецкой Исходит солдат В дом набивает Невинные души Черным Под душевым дымом Пахнуло Будто сгоревший В пяти каравай Несытая смерть Вновь косою махнула Чтобы собрать Страшный свой урожай Только в дыму Что-то ярко мелькнуло Раз и другой Вот сияние уже Ангелы Ангелы в небо взметнулись Путь завершая К бессмертной душе Ангелы светлые Вкусы с бальтишках Многие просто Обмотаны шарью Бывшие девочки Или мальчишки Нынче же все Одинаково стали Смотрят теперь Эти души сожженные Смотрят на нас Миллионами глаз Смотрят и детки Вовек нерожденные Памяти просит Всего лишь От нас Спасибо А теперь На снова приглашается Леонид Плохов Леонид Постоянный участник Фестиваля Изборственная крепость Студент Последнего курса Псковского Государственного Университета Хороший парт Распослушается Будет исполнять Свои песни Я так понимаю Зимнее утро Стелем постели Светлоросую Прозрачных Поставим На города Обрушится снегом Мы оставим следы Сверкающим бегом Мне холодно А за окном Дрожат провода В комнате дни Сквозниками года Мне нужно Побыть одному Создать для тебя Тишину Переплетаясь Ветрами В комнате Со сквозниками У любви У любви У любви Есть стихия За ней Горизонты Поют Поют Голоса Голоса Об авария Настроим Дисканты Дисканты Голоса 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 Мне нужно Побыть Одному Создать для тебя Тишину Переплетаясь Ветрами В комнате со сквозняками Не нужно побыть одному Создать для тебя тишину Перемлетаясь ветрами В комнате со сквозняками Не нужно побыть одному Одному Сейчас я хотел бы предоставить слово Владимиру Савинову Спасибо Позвольте мне где-то вот так, без микрофона Стихотворение написано по Просьбе детского журнала Который называется Книжки, нотки, игрушки Для Катюшки и Андрюшки Есть такой московский журнал Который публикует сценарии Разные детские стихи И так далее Так вот они сказали, что Вот этот год, 18-й Юбилейный для троллейбуса Троллейбусу в нашей стране Исполнится 90 лет Московскому троллейбусу Исполнится 80 лет Вот стихотворение называется Троллейбус или будьте здоровы Кстати, кто, поднимите руки Ездил в Ленинграде на троллейбусе Номер 1 Никто не ездил Знаменитый троллейбус Который идет от метро Петроградской До метро До площади Александра Невского Через весь Невский проспект Старо-Невский и так далее Шел троллейбус Номер 1 С Петроградской стороны У него стальные нервы И таблетки не нужны Но зато сидит, чихая И ворча на целый мир На втором сидении С краю в серой шляпе пассажир Говорят ему соседи Вам пора идти к врачу Остановка Снова едем Возражает Не хочу До метро пока спортивный Шел троллейбус 30 раз Чихи-чихи Непрерывно Заразить хотите нас? Вот и площадь биржевая Никакой надежды нет Шляпа серая чихает Но в руках его билет Шел троллейбус терпеливо И спокойно до сих пор Лишь гудел неторопливо Электрический мотор По Дворцовой прокатился Вдруг на Невском смотрит он От людей освободился Весь троллейбусный салон Тут троллейбус взволновался Пассажир один остался Тот что в шляпе Что чихал Всех здоровых распугал И сказал троллейбус Хватит Вы сорвали мне маршрут В Мариинскую больницу Вас сейчас же отвезут Вызываю неотложку Надо мне продолжить путь К сожалению на Литейный Мне никак не повернуть Серый шляпе испугался Он смутился Извинялся Мне в больницу Так и быть Я прошу вас дверь открыть И лечитесь До свидания След троллейбус дал сигнал И поехал на восстание На московский на вокзал Вновь в троллейбус ходят люди Чем закончу свой рассказ Каждый пусть здоровым будет Вот что главное для нас В 2014 году Известная украинская поэтесса Ирина Самарина Написала стихотворение Которое в своей передаче Бесогон процитировал Никита Сергеевич Михалков И стихотворение называлось так Простите нас родные россияне Это она говорила От очень большого количества Украинцев Я ей ответил Своими стихотворениями Иду я по тропинке Меж цветов И тракт Среди всего Благоуханья Но не могу забыть печальных слов И грусть твою И боль И покаянья Ты знаешь ведь Нас Бог за все простит Когда грехи спадут Во след молитве От сердца Если к сердцу Путь открыт И кровь не пролита В неправой битве Еще жарой Не пышет премьет дня А в руки зачеркнуть Могу россия Мне страшно предсказать Поток огня Что может вдруг Поджечь мою Россию А перекинуть пламя Это цель Мерзавцев Что под маской Скрыли лица Толкнув однажды Злую карусель Теперь ей не дают Остановиться Здесь Аист из гнезда Упругий взмах И восхищение Взлетом по спирали Там сеют ложь И ненависть в умах Чтоб на ножи Безмозглые орали Мы видим Слышим это И болят Душа и сердце Русского народа Народ Шевченко В том не виноват Но говорят В семье Не без урода Ромашка Цвет любви Хотела мне Открыть на лепестках Секрет гадания Но быть славянски Или не быть В войне Гадать уж поздно Нет ей оправдания А в фосфорном угаре И чаду Там о прощении Говорит нам речи Уж тысячи В Ростове На дону Россия принимает Кормит Лечит Глянь Солнце поднялось Тепло пригрело Тропинку Луг И недалек мой дом Простите нас Сказать непросто Смело Оттуда Где неистовый Содом Но верю я Еще мы песню сложим Хоть для любви Сегодня мир Оглох Мы Украину Разлюбить не можем Пока мы вместе С нами вместе Бог А теперь я хотел бы Пригласить на сцену Великолепную Политессу Надежду Куменчук И великолепную Вокалистку И автора Песен Ирину Куменчук Вот они уже разберутся Какой последовательности И как они будут выступать Всего-то в этом году Была, наверное, Одна метель в Пскове Но она мне запомнилась Наискосок На лоб мажь бьет С утра Затейница метель Она летит Свистит Медет Кружится Словно Крусей И не видать И не узнать Покровки Из крыши Из досок Чистейший снег Как благодать Летит с небес Наискосок В щеку Лицо Слепит глаза Весь город Скрылся В пелене И снег Летый Или слеза И сквозь меня И все во мне И этот кром Что за углом Не виден Только с высоты Созвонит Сев Бим-бом Бим-бом Несется Прямо На мосты И все Трепещет Все летит И скрится В облаке Седом А кром Стоит И Псков Хранит Страну И улицу И дом Детей И мудрых Стариков Тех, кто В строю И не в строю Среди веков Среди снегов И я На краюшке Стою АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Стихотворение Посвященное Псков Подай мне руку Древних Псков Чтоб я сумела Ухватиться Ведь так хотелось бы Сродниться с тобой Хранителем Веков Но Твоих таинственных Крестов Расстань В жилистую Землю Крыло Арок И мостов И кром Седой Я Все Приемлю Дай Постояв у древних стен В поклоне Искренним Склониться Дай Из Псковой воды Напиться И не спеши Привстать с колен Чтоб колокольный Перезвон И синевы Наполнил душу Я буду слушать 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 Со всех сторон Со всех сторон И вот уже Весь Псков Звенит С больших И малых Колоколем Звони Звони же Город Воин Пока звонишь И Русь Стоит Пришли дожди Холода Пожухли Правы Ну что ж Прощайте Навсегда Но вы Неправы Пусть Для вас Пусть Изумрут Для вас Оправу Придумать Безнадежный Труд И Неправы 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 Вы В дом Покинутый Пустой Паукан Безламы Берете души На постолы Да Вы Неправы Неправы Пусть Неправы 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 вы Музыкант играл на скрипке Я в глаза его глядел Я не то, чтобы любопытствовал Я полный улетел Я не то, чтобы от скуки Я надеялся понять Как умеют эти руки Эти звуки извлекать Из какой-то деревяшки Из каких-то грубых жил Из какой-то там фантазии Которую он слушал А еще ведь надо в душу К нам проликнуть и поджечь А чего с ней церемониться Чего ее велечь Счастлив в дом, где пение скрипки Наставляет нас на путь И вселяет в нас надежды Остальное как-нибудь Счастлив инструмент Прижатый к угловатому плечу По чьему блага с оленею Я по небу лечу Счастлив тот, чей путь не долог Пальцы злые смычу костер Музыкант соорудивший Из души моей костер А душу жена точно И жили обнажена Справедливей, милосердней И праведней она Справедливей, милосердней И праведней она А сейчас, я сейчас нацелу большое Перед вами выступала Ирина Каминчук Молодец, спасибо большое К сожалению, наше время закончилось Нам сказали закругляться Вы видите, что у нас очень много Замечательных скричей И великолепных парков Великолепных музыкантов Великолепные голоса Мы всех приглашаем поучаствовать В наших фестивалях Которые будут состояться Летом 2018 года Пожалуйста, Светлана Андреевна Милевичу Приглашаем вас И скажите, что непродовольствие Вашему проекту Стихи и песни На границе России Спасибо за такое доставленное удовольствие За приглашение побывать сегодня у вас Познакомиться с творчеством ваших друзей Павла Александровна Игорь Владимирович Спасибо вам огромное Мы очень рады Мы очень рады, что вы стали победителем гранта Мы с этим очень внимательно следили Потому что мы тоже любим участвовать в различных конкурсах И успешно участвовать И выиграть в конкурсе Назоваться мы очень-очень рады И я хочу сказать вам, что Конечно, был бы грант Или не было бы Все равно будет Только может быть масштабы Стали немножко больше И больше людей узнают о вашем творчестве И я хочу вас еще Увлечь еще одним конкурсом Вот тут я принесла такое информационное письмо И сейчас Союз пенсионеров России Объявил новый конкурс Это второй конкурс всероссийской бардовской песни Вы познакомитесь с содержанием И мы будем очень рады Если вы примете участие в этом конкурсе А я думаю, что вам есть чем похвастаться Что показать и порадовать людей Большое вам спасибо Всего вам самого доброго Спасибо Ну и пока все будут собираться Хотели спеть дуэтом Ирина Каменчук и Надежда Каменчук В заключение Сейчас все продвинутые москвичи, питерцы А мы своих уральских бардов сейчас продвинем Песня Николая Старченкова называется «Полозочка» То ли осень запоздала, то ли летали Уродилась манчет такая длинная Эх, поехали по возочкам, поехали Эх, куда-нибудь поехали, родимая Эх, поехали по возочкам, поехали Эх, куда-нибудь поехали, родимая Ну давай, да на судьбу свою не жалуйся А не пробовали мы с тобой веселия Ну поехали, по возочкам, пожалуйста Пожалуйста, хватит нам с тобою на дорожку зелья. Ну, поехали, повозочка, пожалуйста, Хватит нам с тобою на дорожку зелья. Эх, как дни, пока еще погожие, И скрепи до искули моя повозочка. ПосвешаOTT погода с нами, милость Божия, Потихоньку, полегоньку, понемножечку. ПосвешаOTT погода с нами, милость Божия, Потихоньку, полегоньку, понемножечку. Ерунда, что все лысует нас, умятится Не беда, что мы здесь с тобою пришлые Все вспоется, перемеется, уловится Не такие мы с тобой уж не годышные Все вспоется, перемеется, уловится Не такие мы с тобой уж не годышные Хватит нам с тобой пока надежные ручки Не в помеху нам с тобой пора осенняя Нам боятся ли с тобой старухи-смертушки Добьются как-нибудь до воскресенья Нам боятся ли с тобой старухи-смертушки Добьются как-нибудь до воскресенья То ли осень запоздала, то ли лета Уродилась нынче такая длинная Ну, поехали по узочкам, поехали Ну, куда-нибудь поехали, родимая Ну, поехали по узочкам, поехали Ну, хоть куда-нибудь поехали, родимая Песня тоже на уральского актора Сергея Фещенко Где моя душа, называется «Где моя душа» За соленым морем на синим ветру За соленым морем на семи ветрах Следом за тобой, за тобой Долгими ночами все горело ладонь Падала звезда, да не сбывалась мечта Да болела сердцу только трон, только трон Да стучали в дверь холода Так по небу белые облака Ангелы мои, да взлетелись прочь, Солота, луков, да росы и серебро, Кто теперь мне сможет помочь? Солота, луков, да росы и серебро, Кто теперь мне сможет помочь? Где моя душа на таких веках, За зеленым лесом, за синей рекой, За соленым морем на семи ветрах, Снова ищет встречи с тобой. За соленым морем на семи ветрах, Снова ищет встречи с тобой.